всем привет получил сегодня камеру вот я снимаю и получил запчасти на принтер поломался x1 сгорел у него паяльник купил разных не стал дожидаться пока у китайцев закажу заказал по россии заказал 40 ватт 50 ватт и 70 ватт так как родной здесь стоял 64 вот но заказал значит на 50 ватт две штуки ну с целью не той чтобы сначала один может быть запоганить вот но как говорится все равно был тест вот я сейчас один разобрал поставил вроде все греет температуру держит нормально вот ничего не скачет посмотрим насколько его хватит но я считаю что что страшного ничего не должно быть и будет все у нас работать так дело идет вот здесь что-то новенькое вот здесь что-то новенькое и продолжение старенького сегодня делаем дно для нашего кузова для газ 66 сейчас из пластика пвх 4 миллиметрового вырежу одно потом вырежу кусочки вырежу кусочки под крылья вот приклею крылья из внутренней стороны и приклею значит брусочки как я их называю перекладины на дно давайте смотреть что будет получаться как говорится с картинками но куда деваться вот так вот получается вот такой у нас кузовок с бортами копийными снизу я еще не все перекладины поставил но вот на которую держится дно уже на месте мне кажется будет очень даже симпатично смотреться так конечно может быть не особо видно но вот такая вот шишига там он у нас уже есть бампер задней но так как перекладины у нас не все кузов чуть-чуть сместился вниз но уже надо покрасить и внешка уже становится намного симпатичнее чем было вот так вот выглядит заброшенная мастерская так назовем ее здесь у нас печатается бак накрас и накрас также печатается деталь ушки вот запасное колесо эксклюзив эксклюзив предоставил вадим ссылочка на него будет в комментариях так что вещь очень интересный человек делает напечатался держатель запасного колеса с ящичками с дверцами вот все будет здесь пить поддержку убираем дверцы будут закрываться поддержку убрали потом и все дело закрываться вот так что дверцу вот поддержку убрали все деталь стало ровненько сейчас остынет поддержки везде уберем и можно будет собирать сегодня еще вот такой вот сюжетик по принтеру зенит первый мой опыт таким дорогим принтером система интересная весь у нас металлический боксики с дверцей есть конечно плюсики у него но коробка тоже большая площадь не очень большая у него мой конечно побольше будет так что тестируем что из себя он представляет и стоит ли он своих денег напомню цена его колеблется от 60 до 80 тысяч рублей как моя артиллерия будет стоить всего лишь порядка 30 но площадь печати меня намного больше так продолжаю обзор на принтер зенит столкнулся с такой проблемой постоянно пластик засыхает и перестает перейти подачи вот отключен обдув а вентилятор все равно крутится пришел к такому мнению то что перепутаны пришел к выводу то что перепутаны вентиляторы контакты неправильно воткнуты хотя он идет ведь собраны как бы завода вот снял значит я крышку с подсветкой вот и что у нас здесь есть у нас вентиляторы фан вот они приходят и они как бы видите одним разъемом но опять же отсюда у нас с вами уходит одинакового цвета провода а приходят разноцветные соответственно сейчас надо мне найти где они меняются как чего и перекинуть их местами потому что если там не менять то надо менять их здесь между собой соответственно если я сейчас там не увижу то я сделаю это здесь хотя видите поджаты коротенький сюда проводок подлинеет сюда соответственно может не хватить есть там где-то есть запас сейчас мы это будем дело узнавать потому что он поднимается сюда вверх по жгуту и вместе с трубкой уходит туда по жгуту и уходит со всеми проводами туда вниз ну все сейчас буду разбираться вот ну и соответственно осведомлю вас как и чего но я не думаю что это вот здесь неправильно хотя не знаю кто собирал мог и перепутать сейчас будем пробовать так решил поменять просто местами вентиляторы но проводочки у них чуть-чуть разные соответственно она путана вот здесь вот в этой связке тут припаивается соответственно перепутал тот кто паял сейчас разберемся поправим это дело так запустил из принтер на прогрев смотрите здесь стоит еще один платар для обдува радиатора экструдера вот захотел сторим не его проверить вот он в принципе при включении сразу включился все нормально эти вентиляторы пока молчат все сейчас нагрею надо мне убрать проволоку здесь оставшиеся вот разогреть погреть сопло и после этого буду разбираться с вентиляторами буду разбираться с вентиляторами надо все собирать тестировать так разобрался прочищаю сопло снял радиатор вот это проволока вообще не вытаскивается сейчас придется наверно термотрубку менять наверно на что-то поплавилась ну что заменил все поменял все прочистим сопло поставил еще чуть низ не собрал нагрел стол сейчас будет делать первый тест вентилятор вентилятор теперь как положено на шаговый двигатель заработал нижний на обдув пока молчит потому что был выключен так у меня единственная проблема вот это железка метод а он не видел для меня не печатаем надпись давайте драйвера как вы можете слышать совсем не тихие настолько не тихие что мне кажется мой старый принтер анет который точно такие звуки сдает вот стол нагревается ну и нет не конечно как на найти но они так на артиллерии потому что здесь 220 идет у нас стол нагрев 220 вольт а здесь все таки у нас 24 поэтому я считаю что ну немножко нерационально за такие деньги еще и такое долгое ожидание поэтому сейчас поставил первую печать вроде все идет хорошо понравилось это пленочка которая приклеена заводская принципе к ней прилипает очень хорошо вот этот плюс мне нравится далее сейчас кто-то все закрою все спрячем так что посмотрим что и как у нас здесь получится а потом сделаем выводы уже у нас здесь все закрою все закроем Продолжение следует...